Ну а мы Ростовская область. Как мы говорите? Ростовская область. А, Ростовская область. У меня имя Игнатий. Игнатий. Я назвал в честь ростовского чудотворца Игнатия. Город Новочеркаль, знаете? Конечно. Вот собор, знаете там? Мы тут ездили, там ездили. У меня вышло 38 книг, и я решил их подарить библиотеке мира. И мы там много ездили. Ростовская область, область Севастополь и до самого севера. И тут до востока. И там до Лиссабона дошли. А что за книги? Ну, как сказать вам книги? Книги эти не просто книги. Они в пророческом духе написаны. На основании слова Божия и опыта жизни. Ну, а к чему посвящены? К чему что? Посвящены. Богу. Во славу Бога. В каждой книге примерно 3000 ссылок на Библию. Я много преподавал в университетах. Там, в тюрьмах как был, за слово Божие. И вопросы люди задают. И 3000... Сколько там сейчас? 4124 вопроса и ответа. Подробные. Которые мне задавали на радио. Там, в милиции, в воинских частях. А как найти ее? А найдите так. Вы запишите, я сейчас скажу. Во свете Библии называется наш канал. Во свете Библии. Это вот книга, вот она, вот она перед вами. Вот. В ее свете, от ее света идет. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Обязательно показать. Игнатий Лапкин. У нас YouTube канал. Там 14500 роликов. Если вы напишите во свете Библии. Слушайте внимательно. Во свете Библии. И напишите не YouTube, а сайт. Вот на сайте все книги. На сайте. Игнатий Лапкин. Лапкин. Сайт. Сайт. А если поставите слово во свете Библии форум. На наш форум. 1600 тем. А если в Мой мир зайдете. Мой мир. Мэл.ру. Там тоже Игнатий Лапкин. Только поставьте. Там 22 тысячи наших фотографий только. Там 9 тысяч роликов. Там огромный материал. Мы с нуля строим деревню православную. А где строим? Алтайский край. Мы в Барнауле живем. А, там же. Ну, это 150 километров от Барнаула. Я понял. А в электронном виде книги есть? Они там и есть. Они все там в электронном виде. На сайте. На сайте. В электронном виде 7 книг. И 38 в бумажном варианте. Они тоже там в электронном. Ну, это хорошо. Это книги не брошюры. Каждая книга 752 страницы. Я... Ну, ладно. Дай Бог вам здоровья. Пойду. Если у вас будет желание встретиться, побеседовать, вы в скайпе зарядите. Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Хорошо, я понял. Игнатий Лапкин. И по скайпу скажите, что мы с вами тут беседовали. Хорошо, я понял. Все. С Богом. С Богом. Поговори. Для чего человек живет? Какой смысл жизни? Как ее правильно направить, чтобы душа не погибла в вечности? Я другой религии. Не, погромче. Поближе к микрофону. Я другой религии. А какой религии-то? Тут 80% мусульмане. Примерно так. А такие же люди, так же умирать будете. Надо, чтобы душа была спасенная. И мы верим, что Господь Христос дарует нам прощение, потому что умер за нас. Мы на это не смотрим, какой религии. Мы не религию проповедуем, а Христа. Его спасение. У нас священная книга. Вот она как называется. Вот она. Она в пять с половиной раз больше Корана. В пять с половиной раз примерно. Мне в вашей книге очень известно. Я целый том написал. По сурам, а я там разбираю Коран в сравнении с Библией. И что мусульмане, и о них сказано было за 1300 лет. У меня 38 книг вышло. И одна из них посвящена мусульманам. Зеленого цвета, яркого. Вы можете зайти на наш канал, и там все увидите. Называется «Во свете Библии». Видеоканал. Вот. Там беседа. Повторите еще раз. Да. «Во свете Библии» только запомнить надо. И поставите «Игнатий Лапкин». Мою фамилию, имя. А если думаете по скайпу, я потребуюсь вам. Вы по скайпу только зарядите «Игнатий Лапкин». И вы на меня прямо выйдете. Мы ездили с миссионерской поездкой в Азербайджане. Мы в доме Мулы ночевали. Мула. Знаешь, кто такой? Да, знаю. Мусульман. Мы жили. А потом ходили, пошли в мечеть. Молились в комнате для намаза. Потом пошли в православный храм. У нас там большая беседа. Все у нас записывается. Ты, если будешь заходить на наш YouTube, ты увидишь, как мы с тобой разговариваем. Обязательно посмотрю. Ну, всего хорошего. С Богом. Во свете. Да. Здравствуй. Да, слава Иисусу Христу. Я ваши ролики смотрю. Вы этот, как его, блин, закрыта деревня, как там пацанов, да, учите вот это. Я его смотрю. У нас называется YouTube по сети Библии. Не, не, сейчас скажу. Как это деревня у вас называется? Деревня потеряевка, потеряевка деревня. Потеряевка, да, да, да. Там у вас еще какой-то, он на камеру снимает. Как же этого, Николай или как ты его? А кто? Есть Владимир, Никита. Ну, на камеру, который сейчас снимает, на камеру. Ну, Владимир, вот он. Володя, подойди сюда. Вот, вот, вот. Где он? Миро. О! Нихрена себе! Здрасте! Миро! Слава Христу! Я вот не ожидал вас здесь увидеть, блин. Вот у меня вопрос к вам. А что вы там каких-то, за какими-то ворами гонались? А что за там бори там у вас уходят? Ну, что сделаешь? Без бога все делает. Раз еще бога нет, сатана заставляет и делает. Работать не хотят. А что там у вас воруют, Таня? Кто и что, что плохо лежит, все тащат. Горющее сливают ночью из трактора, из машины. Человек не верит. Раз не верит, он живет одним днем. Тут удивляться не надо. Солженицын, ну, когда Нобелевскую премию присваили, он ответил. Я, говорит, в детстве слышал. Люди старые говорили. Люди забыли бога. Вот отсюда все. Это прелюбодеяние, убийство, кретво преступления. Все от этого. Бога нет. А когда бог есть, я боюсь, как бы в ад не попасть. Я надеюсь на Христа. Я молюсь. По-другому нельзя. А он не верит. Он говорит, бога нет. А раз бога нет, творил и думал, и пробуй, и хватай. Ну, если он бога не верит, так в законы верит, наверное, Российской Федерации. Ну, закон верит. Закон еще принимают они. Раньше было так. Если он своровал на тысячу, его судить будут. А сейчас, чтобы у него меньше четырех тысяч, то его отпускают домой. Ну, какой же закон? Это воры. Воры, которые вверху, они этим ворам разрешают воровать, которые пониже. Правильно сказано. Да. Не ожидал я вас увидеть здесь в чате рулетки. Так интересно. Вот я вам скажу тут. На этой рулетке примерно 80% мусульмане. Мусульмане. Где мусульмане? Да. Половина людей голая. До пояса или совсем. И соокупляется. Я говорю, ребята, мусульманам говорю, здоровые мужики, скажите, вы зачем здесь? Ну, вот, познакомиться. Я тебе расскажу, зачем. Слушай внимательно. Я говорю, тебе дома по твоей религии разрешается четыре жены иметь. И за каждую надо колым платить. А тут не надо колыма, 44 голые даром. Ты пришел как жеребец сюда. Они хохочут, сидят. Вот, я хочу у вас спросить. Я у вас там ролик смотрел. Вы где вот копали пруд? Да. Туда рыбу запустили? Нет. Запустили. Запустили. Но глубина еще маловатая была. Мы возвысили платину. Сейчас больше будет. Позавчера мне брат мой звонил, священник. Сколько рыбы-то брать на тебя? Ну, я говорю, сколько у меня? У меня пенсия 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. Я говорю, на 2 тысячи возьми. И три пруда, и в них там карпов хотя бы по несколько штук. Нас бобры одолевают. Бобров много. Понаяхали. Они плотины грызут, бобры. Добрый-то охотник приехал. Это цена золота. Так капканы наставили капканы? Мы ставили, они не попадаются. Попадаются андаторы. Капканы, наверное, маленькие ставите. Большой капкан специально купил. Я знаю как. Я с детства ловил разных там крыс, сусликов. А это большие капканы, притом на две души с двух сторон. Никак уходят и все. А они роют, а вода поднимается. Развивается, нет. Как говорите? Деревня, говорю, как развивается, нет. Нормально там у деревни у вас? Ну, конечно. Как они наши? У вас тракторист, который все нам дозаездил, как он там? А кто что советовал? Нет, тракторист. Что-то заклинило тут. Вы хотите поговорить о божественном, о душе, о святости, о чистоте? Хотите поговорить о спасении души, о святости жизни, о Христе, о спасении, чтобы сатане не служить? Чтоб душа не пошла после смерти в ад. Вы поближе к микрофону, чтобы лучше было слышно. Я говорю, надеюсь, что я и так ему не служу, в этом сатане. А что, разве вы проданы? Вы же свободны, можете вырваться, попросить Бога, и Господь поможет. О чем просить? Я всем довольна. Я довольна своей жизнью, довольна местом, где я живу, довольна природой. Ну, понятно. Вы во Христа верите, как в Спасители? Нет. Ну, а какое же это я довольна? Ну, это до времени. Дальше что? Корм червям, и все кончилось. Надо думать о вечности, где душа будет. Господь говорит, весь мир приобретешь, а душе повредишь. Какой выкуп даже за душу свою? Так нельзя по-детски рассуждать. А мне сегодня хорошо. А через сто лет что будет? Где душа будет? Думать, что так все и будет? Ну, вы же понимаете, что мы все умрем. И что дальше? Мы умрем. Я готова умереть. Ну, умереть, ну, дальше-то что? Дальше-то что? Если без Бога человек жил. Если он не знал Евангелие. Если он не считал Слово Божие. Он не знает его. Вы знаете? Извините, пожалуйста. Я еще в 10 классе задумалась, что говорят, Бога нет, Бога нет. Я же не могу это принять на веру, что Бога нет. И вот я начала читать Библию. Начала читать Евангелие. Я прочитала это Евангелие. Жития этих самых, как это называется, святых русских. Прочитала я все это. И думаю, написано это в советское время. Может, что-то не так. И когда приехала в Киев, я пошла в Лавру. Я просила... В общем, продали мне там Библию на Старославянском. Дореволюционную. Написано одно и то же. Ну, почитала я его. Ну, и решила, что его нет. Ну, почитала, так не использовала же. Все болезни, они лечатся, правильно? Ну, где в Коране написано? Где написано, что они все лечатся? Лечатся, но не вылечиваются. Этого нету в Коране. В Коране этого нету, что все болезни излечимы. Этого нету. Ни в Библии, нигде этого нету. Бог посылает болезнь, дает, чтобы человек перестал грешить. Пришел к Богу. Это неправда. Ну, вот неправду не надо говорить. Зачем неправду говорить? Вы сами знаете, по жизни видите, сколько православных, мусульман, буддистов. Все болеют. Болеют и умирают. И бывают молодые. До 20 лет не доживают. Что же не вылечили-то? Явное дело, что такие слова никто не скажет, потому что они опровергаются каждый день. Так в Коране это написано? Да. Но если написано, значит неправда написана. Зачем вам это говорить на Коран? Если это вы утверждаете, а это явно нигде нету, чтобы не болели. Везде болеют люди. Мусульмане умирают. Сгнивают буквально. Проказа у них. Неизлечимая болезнь лепра. Вы сами навлекаетесь сейчас, чтобы Коран люди презирали, как лживую книгу. А если там не написано, чтобы... Я ничего не прозираю. Нет, не пойдет так. Не надо. Вы сказали, что написано там. Я говорю, нет этого. Все болеют. Болеют везде. Не господа. Не господа, а Господь. То есть Он властелин над миром. Он сотворил все. И Вселенную, и нас с вами. Дед, слушай, а как вот обращение господа офицеры? Это что, приравнивается? Так и было. Это уважительное отношение, что они владеют самими собою. Имеют имуществом. У них есть подчиненные. Значит, они господа и есть. Понятно. Есть господа и есть рабы. Слуги. Ну, я не знаю, дед. Я слово Бог понимаю, а слово Господа не понимаю. Неприемлемо. Слово Господь. Вы, может быть, путаете, когда говорят Господь Бог. Господь, это еще не господа. А слово Господство. Господь Бог. Господь, это греческое аданай слово. Слово, название его. Бог, это божество. А Господь, это его... Ну, Моисей, когда спросил, как тебя звать, а он отвечает ему Господь и говорит, Иегова сущий. Ты, дед, старовер? Мы из староверов, но мы в православной церкви находимся. Понятно. Сейчас в церкви? Сейчас что? В церкви сейчас находитесь? Да, ну, не сейчас, не в церкви. Мы утром молились, а сейчас я дома нахожусь. Понятно. Мы строим с нуля православную деревню, где человек, кто поселяется, должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый разговор с ним. Вы можете зайти на наш YouTube-канал. Называется «Во свете Библии». Это очень богато... Слушай, слушай, что я тебе скажу. Я, короче, значит, литературу определенную читал в свое время. За Библию там, за все вот это. И, короче, знаешь, если честно, я там фамилии такие видел, вот, определенные. И досье на каждого человека. И я, как бы, в это не верю. У меня свой Бог, и своему Богу я поклоняюсь. А тут, как сказать, вот это вот все, это все давно переписано. Реальную Библию ты сам не знаешь. А то, что тебе преподнесли, ну, имеется в виду, в книгах, и сказали, что, блядь, так оно и было. Вот. Это не знаешь, что оно так. Ну, понятно, Библия. Ну, и... Ну, ладно. Надо не считать только, а надо жить по ней. Христос умер за нас. Это вы сегодня развалились, только у тебя здоровье есть. А завтра по-другому будет вот такой крючок. И что ты будешь делать? Это вам еще там 25 лет, ты еще кощерышишься. А когда до моего возраста доживешь 80 лет, то куда ты годен, кому ты нужен? Ни детям, никому. Тогда старики в петлю лезут. А у меня радость такая, как будто мне 30 лет. Я свидетельствую о Боге, еду по миру. А пенсия 8141 рубль 33 копейки. Советская хорошая власть. 35 лет стажу работы на стройке. Я живу... Я благодарю Бога, благодарю Бога. И у меня всегда радость. Я в Боге. Для верующей смерти нет. А для вас сейчас поставь туда, где-то в Чечню, попадаете в плен. Что там будет? Ты ислам примешь, что угодно. Лишь бы эту жалкую жизнешку оставить. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Дед, ты чем занимаешься? Так, что? Я говорю, чем занимаетесь? Мы здесь проповедуем в это место тьмы и мрака. Прелюбодеяние всякой лжи пришли. Людям рассказать о Боге, о любви Божией. Что поступает так, человек только в ад попадет. Если он не раскается и не выйдет во свет. А как поступать? Поступать нужно так, как Господь заповедует. Для этого Бог слово свое оставил на земле. И оно впечатлено вот здесь вот. Библия? Да, Святая Библия. Она отвечает на все вопросы. Надо покаяться и верить в Евангелие. А без этого нет жизни. Ну, ты сегодня здоровый, крепкий. А что будешь делать завтра, когда тебе будет мой возраст? 80 лет. А тебя же ничего не останется. Вы сблудитесь, искуритесь, и ничего нет. Вот такой крючок. А у меня три голубятия. А ты, дед, не курим? А? Дед, мы не курим. Я не курю, дед, ты чего хочешь? Ну, это хорошо, если не курите. Хотя одно дело доброе. Своему телу. Люди живут в дыму. Пьют. А ты, дед, откуда? В город Барнаул, Алтайский край. Ну, далековато. Мы с нуля, с нуля православную деревню. Много вас? Больше, чем вас. Больше, чем нас? Конечно. Да такого, дед, не может быть. Да как не может быть? Признающих христианство, исповедующих. Два миллиарда двести миллионов. Мусульман два миллиарда. Я крещеный дед, ты чего хочешь? Ну, крестик. Крестик. Надо жить ради того, кто на нем распят. Кто спасает. Иисус Христос.